Как же охотиться на тетерево? Как же охотиться на тетерево? Скажу несколько слов несколько алгоритмов по расстановке чучел и по выбору места Изначально, что вам необходимо будет для охоты на тетерево с чучелами Первое, самое главное, нужно определиться с местом охоты Прибыли на место, решили отснять охоту на тетерево с чучелами Это интересная охота О ней я чуть позже расскажу, сейчас времени мало Нужно выставить чучела Мы нашли местечко более-менее, где можно выбрать сектор прострела если птица сядет на соседнее дерево И есть место, где можно бросить наши чучела У нас всего три чучела, это минимум, я считаю Лучше, конечно, больше Десять чучел Чем больше, тем лучше Стая, тем лучше она будет видна издалека Пролетающей птицей Тем лучше будет к ней подворачивать пролетающие мимо косачи Сейчас, значит, ставим чучела Чучела ставится таким образом Рубим березку И сажаем на верхушку чучела И прислоняем эту березку к дереву, где мы хотим поставить Пойдем, найдем березку Выбрали березку такую Нам таких надо сделать при березке Вот иди отсюда Так, заварим еще Видать там привыкнуть? Давай видать, как ты тащишь Я в упряжке тащу дерево Выбрать место, где птица отдыхает Сидит или где у нее есть пролет на кормежку То есть она утром летит либо на полях Если еще снег не лежит на полях так, чтобы она могла пособирать Потом вы с биноклем высматриваете это место Примерно определяете путь пролета Это первое, если она летит на кормежку Либо, если уже снега много и нет возможности у нее кормиться на земле Она тетерев кормится на березах и на других деревьях Но в основном на березах И собирает почки березовые Поэтому самый оптимальный вариант Как вот мы сейчас в данном месте охотимся Мы знаем, я знаю, что здесь есть петерева Я примерно знаю, где у них идет путь пролета Соответственно, мы выбрали такое место Где можно поставить, высадить наше чучело И были свободные деревья для подлетающих Устаю я вот за стенки А здесь вот прострел будет у нас Вот эта вот березка Если они сядут сюда Может быть на эти кусты могут сесть На эту березку Они уже кстати здесь сидели Заломлена макушка Вот она за кетеревами Вот у них здесь перешеек лесной Еще один идет перешеек И здесь вот большой лесок Они здесь перелетают Здесь же березки На краю, на которые они могут приземлиться Кетерева Соответственно, мы здесь их уже можем стрелять Либо они садятся к нашим чучелам Мы тоже можем стрелять Все находится в зоне выстрела То есть они увидели наши чучела Подворачивают И есть свободные места для посадки Городок Соответственно, выставляются таким же образом Но все упирается в наличие тетерева Первое Самое главное Вы определили места, где есть тетерев Где он пролетает Выбрали место для расстановки кульфу Для сгородка Соответственно, теперь вам нужны сами чучела И чем больше их будет у вас Тем больше шансов у вас подманить С помощью чучел Подлетающих к тетеревому Чучела покупаются в магазине В интернете сейчас много продаются чучел Уже изготовленных На молнии их только нужно набить Также много Не много, а 2-3 схемы точно В интернете, если поискать Выкройки, по которым можно будет сделать Сами чучелки Все чучела практически Они легкие И занимают очень мало места для переноски Но все чучела забиваются Наполняются травой Либо это вы делаете до охоты Если вам объем переносимых чучел не нужен Либо это делаете в процессе Когда вы пришли на свое место На выбранное Взяли чучело Набили его Нарвали травы Набили травой Сделали объем ему И уже высаживаете Как высаживается Так Первое место Второе чучела Третье Вам нужно укрытие Либо это у вас будет стационарный скрадок Как мы используем Универсальный Он в виде полотна Которое Выставляется На коликах На телескопе Вот мы выбрали Местечко Отойдите В пищевой батареи Смалиней Подрубим Здесь Немножко Перемешаются Нам Используем Для охоты На Тетерево Для охоты С подсадной Уткой Где-то На гуся Его можно использовать Вот такой Переносной Быстро Разбирающий Скрадок Разбирается Он элементарно Раз Два Разбираем Раскладываем Вкус Спереди Вот эта Ширма Либо У вас будет Маскировочная Сетка Под местность Где вы будете охотиться Либо это у вас будет Белый халат У меня собака Как бы Я не могу Один сидеть Поэтому Мне нужно какое-то Угрытие Чтобы собаку не было видно Соответственно Маскировочная сетка Белый халат Белый халат Либо вы Из подручных Средств Строите себе Шалашик Шалашик Ставится Белый халат Белый халат Белый халат Это было у нас Первое место Второе Чучело Третье У нас было Укрытие Еще вам потребуется Стульчик Потому что Это охота Выжидающая Здесь нет Никакого экшена Никакого движения То есть Вы садитесь И спокойно Сидите и ждете Подлетающую птицу Значит Вам нужен Стульчик Четвертый И топорик С рюкзаком Можете термос С собой взять Попить чаю Но топорик Здесь обязательно Нужен Потому что Вы будете строить Шалаш Вы будете Свою Маскировочную сетку Разбавлять Какими-то кустами Вам потребуется Также Топорик Нужен Для того Чтобы нам Высадить чучела Как мы высаживаем Чучела Вот теперь Берем И Макушку Кроме макушки Больше ничего Зарубаем Веточки Чтобы они Не закрывали Наше Чучело Которое Мы Высадим Вот Зарубили Вот Одна У нас Готова Сейчас На другой Тоже Зарубим Эти ветки Мы потом Будем использовать Для маскировки Нашей шалашкой Где укроемся По максимуму Нужно Обрубать До самой тоненькой На самую тоненькую Высадим Нашего Петушка Уже Уже Которое Мы Сейчас Чуть Выправим Потому что Последний раз Дождь Удивляет Последний раз Я сидел под дождем Они Подмокли Вот Сушились на печке Тут Они у меня Забиты Сеном Сейчас Определяем В какую сторону У нас ветер Он сегодня Несильный Но все равно Вот Оттуда Значит Можно Когда ветер не сильный Можно сажать Чучела Чуть полубоком Вот ветер Сейчас оттуда дует То есть Можно так Посадить Можно так Или так То есть На ветер На ветер нужно сажать Птицу Когда сильный ветер То нужно сажать четко На ветер И как можно ближе к стволу дерева И чуть ниже вершинки Тогда Они будут реалистично сидеть Потому что сильный ветер Птица жмется к стволу И спускает чуть ниже Утром Как можно выше сажается Но опять же Если ветер чуть ниже Где ствол Поменьше гуляет Вот А если Штиль Ветра нету И Можно сажать На кончике веток На краю веток И как можно выше Как я сажаю чучело Я просто беру Опа Тамалась наша ветка Я просто беру его и втыкаю В сено Здесь есть веревки Ну как бы петельки для веревок Но я их не использую Я просто беру Втыкаю И застегиваю молнию Плотно То есть Они у меня прижат Довольно плотно И в сильный ветер Они у меня не слетали Теперь я просто беру И поднимаю Его наверх На этом дереве Какое-то время мы Печела Live dog Чуть отряхнем Снимем Потому что они заметаются снегом Это не очень хорошо Так Насадили Поправили ему Фейс Хвост Намокший Последний охот И опять Так же поднимаем Вира И несём его Впекаем Лучше колики эти заострять Чтобы можно было воткнуть На эту охоту Нужно приходить С рассвета То есть Мы практически С самого рассвета Куда-то пришли Пока вырубали Пока Туда-сюда Но конечно Хочется показать Как это делается Потому что В интернете Вообще Практически Нет информации В видеозаписи Как охотиться Над тезеров Чучелами Поднимаем Нашего Петушка И Ничем Зубы и були Обалдеть Вот Вот И Вот 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 и всё Соответственно 10 чучел Надо 10 Коликов Чучела Высаживаются просто Вам Вы уже определили На какие деревья Будете ставить Покажите Может Будет видно Вот Наши чучела Висят Стоят Вернее Ну всё Хватит Наверное Немножко Потому что Снег идёт Сейчас Забьёт Объектив Чучела Ставится На шеста Шесты Эти Вырубаются Рядом Где-то Как можно Длинные Шесты Должны Чтобы Чучела Были Как можно Выше К макушке Дерево То есть Берёзы У нас Выбраны Три берёзки У нас Три чучела На данный момент Стоит Мы пришли Потемну Срубили Берёзки Насадили На них Чучела Поставили Значит Вот это Обмундирование Необходимо для охоты На тетерева Чучелами Ещё раз повторю Это место охоты Вам необходимо Второе Чучела Третье Укрытие Маскировочная сетка Скородок Или Местный шалашик Соорудитель Соответственно Стульчик Чтобы сидеть В этом шалашике И Топор Также Рюкзак Ну и соответственно Ружьё С патронами Патроны По тетерю В данное время Это уже у нас Январь месяц Начало января Лучше Конечно Стрелять Единицей Или тройкой Крупнее Как правило Дробь Здесь у нас дистанция Мы выбрали Тридцать где-то метров До чучел И Близлежащие деревья Куда может Подсеть Подлетающая птица Не дальше Тридцати Пяти сорока метров Единицей Тройка На этой дистанции Будет Самая универсальная дробь То есть Больше ему и не нужно В принципе Если вы приходите А надо прийти По тёмному Ещё Ещё до рассвета Чтобы построить шалаш И выставить щелован Потребуется ещё Фонарь Собой Чтобы вы Смогли Вырубить И выбрать Дерево Нужное А определить Место для шалаша Если у вас есть возможность Вы можете прийти Сюда заранее На место охоты До охоты Построить шалашик Выбрать Место Где будут стоять Чучела Сидеть Вырубить Деревья Шесты На которые Будет высаживаться И прислонить их Деревья Вам только останется прийти Взять чучела Насадить их На шесты И залезть в укрытие Это самый оптимальный вариант Но если Как выбирается место Для охоты По порядку Начнём с первого Как я уже говорил И немножко показывали Когда видео снимали Как мы только сюда пришли С рассвета Мы выбрали место На перелёте Тетеревином Где они перелетают Также Здесь На некоторых Деревьях Заломаны вершинки Видно Что птица Здесь сидела Кормилась И выбрали Такой участок Где высадить Чучела Чтобы У нас Ещё были Рядом Свободные Деревья Для посадки Потому что не всегда Они могут подсесть Прямо Рядом С вашими Обманками А могут Садиться рядом На деревья Вот если ты покажешь Чучела В камеру Вот Три чучела У нас висит Слева У нас Есть ещё одна берёзка Куда могут подсесть Левее Возьми левее Макушка Вот видишь Левее Где заломана Здесь заломана макушка Здесь сидела птица То есть они могут сюда подсесть И справа Покажи Дин Вот справа Рощица Берёзовая Начинается Порядка восьми берёзок Сюда они тоже могут подсесть Всё Наверное На этих Планах Не на всех берёзках Практически Вот что здесь стоят Подломанные вершинки То есть Птица здесь была Сейчас На данный момент Уже Половина двенадцатого Большая стая Теревов Пролетела Где-то метров Сто отсюда Сто пятьдесят В районе Штук двенадцать Наверное их было Петухов Да Десять двенадцать штук Да Десять двенадцать петухов Они прошли У нас есть Скошенное Зерно Убранное И они пошли Сейчас снега немного Они пошли на кормёжку Мы ещё посидим Подождём Возможно что они Обратно сейчас полетят Именно этим маршрутом И осядут здесь на деревьях Но погода не располагает На самом деле Позавчера я опять был На охоте Попал под сильный дождь А сегодня вот снег Сильный Такой не очень приятный Самому неприятно Сидеть таким снегом И птица не особо охотно Высаживается на деревьях Также Ещё Забыл вам Не очень Необходимый аксессуар Для охоты Но Нужен это бинокль У нас с собой есть бинокль Бывает что полезно Осмотреть Прилежайшую территорию Если вы охотитесь вдвоём Осмотрели ага Тетерева сидят Они могут сидеть очень долго И не подлетать К вашим чучалкам Для этого можно просто сделать Охоту на гон Один остаётся в скоротке Вычислили где сидят тетерева Обошли немножко Подпугнули Птица перелетела Села к обманкам Ваш товарищ хорошо пострелял Это так вот дополнительно Изначально вы выбрали значит место Как выбираются слеги Слеги, шесты, колики Не знаю как важно Вы смотрите деревья На которые будете высаживать Примерно длину определяете И такое же дерево Вы срубаете Желательно Чтобы оно было тоненькое И длинное Если нет То будет тяжело Вам его выставлять Если вдвоём То проще Одному посложнее То есть вы вырубили по количеству Чучел шесты Обрубили от макушки метра два Так чтобы чучело не прикрывали ветки этого дерева И всё В принципе У вас чучело уже набито травой Объём есть Вы просто насаживаете чучело на макушку слеги Своей шеста Поднимаете его И приставляете к дереву Каким образом представляется чучело к дереву Если это утро раннее То чучела следует выставлять Как можно выше к макушке дерева И если следует Это первый алгоритм Как можно выше к макушке дерева Второй алгоритм Вы смотрите на ветер Если нет ветра То чучела можно расставлять в хаотичном порядке То есть можно поставить и на вас смотреть И в бок смотреть Вообще Без разницы Как их можно выставлять Если же есть ветер То желательно И обязательно Выставлять чучела По ветру На ветер То есть чтобы голова Ветерева была направлена На ту сторону Откуда дует ветер Если Это ещё один из алгоритмов Следующий Это алгоритм Это Если нет ветра То чучела выставляются Как можно дальше от ствола На кончике веток Где больше почек Соответственно он сидит Кормится И Его можно от ствола Отставить Если есть сильный ветер То чучела Ставится Как можно ближе к стволу Тем самым Как бы Ну вы наверное Понимаете Что живая птица Она тоже сидит на ветке Её будет колошматить Там ветром Ей некомфортно Она естественно Не будет сидеть Она будет ближе к стволу Кружаться И будет спускаться чуть ниже Потому что Там будет меньше качать Вот В принципе и все алгоритмы Это По утру То же самое Всё действует По вечеру Только чучела Не так высоко Выставляются Не на самую макушку А чуть ниже к стволу Ну вернее Чуть ниже к середине ствола Выставляются В принципе По расстановке чучел Наверное и всё Как можно больше чучел ставите Если есть возможность Сами делаете Покупаете Вот Следующее Это у нас Скрадок То есть Если у вас есть Универсальный какой-то Скрадок Мобильный Который тут же разбирается Ставится То здорово Если его нету То можно Прийти Как бы К средствам маскировки Которые растут в округе И соорудить Небольшой себе шалашик Из веток Из травы Травой обкидать В принципе Это тоже Оптимальный вариант Если у вас есть Стационарный Скрадок Вы его Устанавливаете Как я говорил Таким образом Чтобы у вас был прострел На свои чучела И на близлежащие деревья Где могут Присесть Подлетающие дерева И этот Скрадок Вы Немножко разбавляете На общем фоне Ветками Травой Прикрываете Чтобы он Не выделялся Одним Большим пятном По Маскировке Я уже рассказал По расстановке Чучела Рассказал В принципе Если все это учесть В охоте На тезер Она не очень сложная Эта охота Требует Минимум Предметов Обмундирования Как снаряжение Для охоты И она Довольно таки доступная Важно только определить Где Есть пролет Птицы Купить чучела Или сделать самостоятельно Заказать В ателье Скрадок Можно не покупать Можно соорудить На месте Ружье Разрешение на охоту На тетерево В принципе И все И ваше как бы Желание Очень интересная охота В том плане Что сейчас уже глухой сезон Можно сказать Как рыбаки говорят И охота на водоплавающую птицу Закрыто Но есть возможность Поохотиться С чучелами На тетерево Тоже интересная охота Нужно выставлять Анализировать Смотреть Где пролетает Выслеживать Ну и как бы птица Сама сейчас Вкусная Мясистая Не такая как Мы ее стреляли С под собак В конце лета Намного вкуснее будет Ну и интересно Можно охотиться С друзьями Вдвоем Втроем Вчетвером Поставить Несколько Сделать Несколько Присад Так будет Больше шансов Подманить Подлетающую птицу Монки Здесь не используется На этой охоте На тетерево Я слышал то Что могут Некоторые люди Подражать голосу Тетерева С помощью рта Подшипливать Чуфыркать Ну не знаю В этом Как бы В этой охоте Самое главное Это Выбор места И количество чучел Выставленных И все В принципе Наверное Все что я могу вам сказать Так же После этого видео В продолжении Будет немножко Отснято Материалы Как мы Выставляли Сегодня Присаду Как мы пришли Маскировали скрадок Как рубились Леги Шесты Для высадки Чучел Вот Такая вот охота Главное Чтоб еще с погодой Подвезло Ну и Если же Как я говорил Уже еще раз повторю Можно Поохотиться Нагоном На тетерево Если они Вы видите Они сидят А бывает такое Очень часто Что тетерев Ну стая Пролетела Не обратила внимание На чучел А села Где-то За 200 метров И ты сидишь Пускаешь Слину Не можешь Никак Успокоиться Одному Никак не взять Не подпустит Птица Очень осторожная Приходится Одному Оставаться Скоротки И тихонечко Обходить Подшумливать Их С противоположной стороны И они Могут Навернуть Есть шанс Охотьтесь Получайте Удовольствие От охоты До скорых встреч До встречи Удачи Удачи До встречи Удачи Продолжение следует...